Добрый вечер, вы смотрите новости в студии Анна Маскаленко. Вот главное к этому часу. 40 тонн гуманитарной помощи отправили в зону специальной военной операции из Алтайского края. Такую страну, как наша, невозможно победить. Ведь уже давным-давно, веками доказано, чем сложнее ситуация в России, тем сплоченнее население. Самую большую школу в городе Зимогорье Славяно-Сербского района Луганской Народной Республики восстановила после обстрелов Барнаульская строительная компания. Компания взяла на себя полностью ремонт кровли порядка 4000 квадратных метров. Это самый масштабный на среде всех учебных заведений нашего района. 2 апреля во всем мире отметят день распространения информации об аутизме. В нашем регионе маленьким пациентам с подобным расстройством помогают в Алтайском краевом психоневрологическом диспансере для детей. Наша цель и задача – это успешно контролировать состояние этих пациентов. Сегодня перекрыли движение на одном из участков региональных дорог. Об этом сообщили в Краевой госавтоинспекции. Причина – размыв земляного полотна и дорожного покрытия. Так, с 10.30 проезд закрыт на участке Новичиха, Поломошная, Лобаниха, Клепичиха Новичихинского района до села Поломошная с 12 по 13 километр. В ведомстве сообщают, есть альтернативный проезд до поселка Петровский и села Лобаниха по автодороге К-20 Поспелиха, Новичиха, Волчиха через село Клепичиха. В госавтоинспекции попросили автомобилистов с пониманием отнестись к обстановке на дороге. А я продолжу. 40 тонн гуманитарной помощи отправили в зону специальной военной операции из Алтайского края. Партию груза сформировали по инициативе фонда Владимира Шаманова, защитники Отечества и регионального отделения Союза промышленников России. Это уже шестой гуманитарный груз, сформированный фондом Владимира Шаманова. Но если раньше отправляли посылки для военных, то сейчас, по просьбе самих солдат, помощь направили и местным жителям. Две фуры гуманитарного груза на Донбасс доставят в течение пяти дней. Такую страну, как наша, невозможно победить. Ведь уже давным-давно, веками доказано, чем сложнее ситуация в России, тем сплоченнее население. И вот это меня, как патриота, как русского генерала радует. Не останавливаемся, будем готовить и следующие конвои. В сборе участвовали жители индустриального района Барнаула. Общими усилиями они собрали 42 тысячи рублей. На эти средства купили продукты питания, средства личной гигиены и спецоборудования. Вместе с этим в посылках письма учеников 50-й школы. Мне поразило письмо девочки Варвары, ученицы второго класса. Она пишет, незнакомый мне солдат, я знаю, тебе страшно, но я знаю, что ты защищаешь нашу родину. Когда я вырасту, я тоже буду служить нашей родине. Вы знаете, когда дети так думают, разве могут остальные стоять в стороне? Разве можем не откликнуться? А вместе мы можем очень многое. Самую большую школу в городе Зимогория Славяно-Сербского района Луганской народной республики восстановила после обстрелов Барнаульская строительная компания. Во время ремонта занятия в учреждении не прекращались. Теперь школа работает в обычном режиме. В ней обучается больше 270 детей. Компания взяла на себя полностью ремонт кровли. Порядка 4000 квадратных метров. Это самый масштабный у нас из всех учебных заведений нашего района. Помимо этого было ставлено около 30 оконных блоков. Сделан центральный вход, дверные проемы. И три запасных входа с козырьками и дверями. Напомню, наш регион взял шефство над Славяно-Сербским районом летом прошлого года. Соглашение о сотрудничестве подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко и руководитель Славяно-Сербской администрации Сергей Крамаренко. И к другим темам. 38 несанкционированных свалок устранят в Барнауле, сообщает пресс-служба городской администрации. В столице Алтайского края начинается месячник санитарной очистки. В апреле в городе проведут почти 170 акций, во время которых очистят около 400 тысяч квадратных метров газонов, а также проведут уборку в парках и скверах. Городские службы и волонтеры уберут вытаившие мусор ветки, очистят дорожные ограждения и остановки общественного транспорта от объявлений и покрасят их. Также приведут в порядок памятники и мемориалы. Крупные эко-акции пройдут в Мизюлинской роще, в парках Юбилейной, Центральной, Изумрудной и в других общественных местах. Добавлю, по предварительным подсчетам в акциях примут участие почти 90 тысяч человек и 400 единиц спецтехники. Массовые работы планируют организовать в чистые четверги 6, 13, 20 и 27 апреля. 2 апреля во всем мире отметят день распространения информации об аутизме. В нашем регионе маленьким пациентам с подобным расстройством помогают в Алтайском краевом психоневрологическом диспансере для детей. О симптомах этого заболевания, а также о лечении в нашем сюжете. Маленькому Грише 5 лет, однако он до сих пор не разговаривает и сложно идет на контакт с другими людьми. Иногда спокойный, бывает гиперактивным. Его мама Наталья Вяткина, жительница Тольменского района, рассказывает, Гришу с двухлетнего возраста наблюдают специалисты краевого психоневрологического диспансера. Ребенок регулярно проходит реабилитацию. А неделю назад они начали проходить курс лечения в стационаре при учреждении. Наталья говорит, результат уже есть. Мне очень нравится, я смотрю на ребенка, я прям радуюсь. Тем более у нас только начало, мы тут неделю отлежали, но у нас как уколы, все вот это делают, процедуры все. Я прям довольна, мне прям нравится. И у меня ход еще дальше больше, я представляю, как это будет. Смотря на ребенка, как у него все это получается, что-то новое. Я очень довольна, правда. Как рассказывают специалисты диспансера, чаще всего родители детей с синдромом аутизм обращаются, когда ребенку исполняется три года. Среди первых признаков заболевания неразвитая речь, отсутствие зрительного контакта, беспокойный сон и боязнь громких звуков. Также такие дети могут не отзываться на свое имя. Педиатры всех детских поликлиник проводят опросы среди родителей. Они предлагают заполнить анкеты, по которым можно заподозрить расстройство аутистического спектра. Если такие признаки выявляют, отправляют ребенка на обследование. Чаще всего в краевой психоневрологический диспансер для детей. Здесь используют разные диагностические методики, например, электроэнцефалографию. Мы смотрим детям от года до подросткового периода всевозможные патологии, дисфункции, эпилептическую активность, зрелость коры головного мозга. В дневном и круглосуточном стационарах детям оказывают комплексную помощь. Помимо медикаментозного лечения, пациенты получают консультации психолога, логопеда и психотерапевта. Им назначают физиопроцедуры, массаж и рефлексотерапию. Наша цель и задача – это успешно контролировать состояние этих пациентов, как можно более успешно контролировать. Мы добиваемся, в первую очередь, конечно же, их социализации в обществе. Они должны получать образование, профессию, в дальнейшем в жизни уметь работать, зарабатывать какие-то средства для своего существования. То есть желательно, чтобы такой человек завел себе семью по мере возможности. Сейчас в Алтайском крае почти 500 детей с диагнозом аутизм. Их проблемой занимаются медицинские и образовательные организации, а также органы социальной защиты. Детей с этим заболеванием наблюдают в специализированных диспансерах Бийска, Рубцовска и Камняная Би. Алтайский краевой психоневрологический диспансер оказывает помощь детям со всего региона. Медики уверяют, при плодотворном сотрудничестве пациента, родителя и врача можно достичь высоких результатов и успешно адаптировать ребенка к жизни в обществе. Юлия Шламова, Дмитрий Козерлыга, Новости. Накануне по всей России отметили праздник – День ремесленника. С любителями прикладного искусства познакомилась и наша съемочная группа. Мы побывали в гостях у барнаульского гончара, попробовали изготовить глиняную кружку и узнали тонкости старинной профессии. Глиняная посуда появилась задолго до нашей эры. И кто бы мог подумать, что в 21 веке она будет не только популярной в быту, но и предметом искусства. У гончара Ильи из Барнаула спрос на поделки с каждым годом увеличивается. Все больше желающих приходит на мастер-класс. Работу менеджера по продажам он заменил на любимое дело – работу с глиной. Хобби было прям всю свою жизнь. Я занимался лепкой. Просто лепкой, с пластилина художественного, с глиной. И потом в один прекрасный день у меня просто есть друг, один из лучших гончаров России. И вот я пришел к нему как-то в мастерскую, попробовал покрутить за кругом. Мне очень сильно понравилось. Это, наверное, была моя мечта, чтобы все так получилось. И просто приходя каждый день в мастерскую, я не испытывал какого-то дискомфорта. Мне всегда охота делать что-то новое, работать с людьми, крутить горшки, кружки. Гончар Илья Худяков готов проводить в своей мастерской сутки напролет. Для любимого дела надо не так уж и много. Гончарский круг, глина, глазурь и печь – вот основные инструменты для приготовления любой вещи из глины. Сейчас будем подготавливать глину к работе. Это нужно сделать обязательно. Это, так сказать, первый и самый важный этап. Потому что если глину плохо подготовить, плохо промять, не будет качественного изделия. После того, как гончар подготовил глину, можно начинать работу. Материал необходимо зафиксировать на гончарном круге. Обхватить глину руками и постепенно начинать ее вытягивать. Этот этап называется центровка. Затем создаем отверстие в центре и делаем форму для будущей фигуры. Ощущения необычные. Нужна сила рук. Сейчас мы вытягиваем. Да, вытягиваем конус. Вытягиваем конус. Это центровка. Фиксируем глину ровно по центру. И теперь можно все это дело уже опускать. Опускать. Для этого кусочек нужно глины взять так сверху, закрыть плотно большими пальцами. И вниз давим. И поддавливаем вниз. После того, как гончар сделал нужную форму, изделие необходимо поставить в печь. А затем можно переходить к декорациям. Мы решили сделать свою кружку весенней и оставили на ней отпечатки цветов, которые позже покрыли специальной краской и глазурью. Это стеклообразное покрытие, которое придаст кружке блеск и глянец. Изделие, когда я его покрашу, я специальными щипцами его беру, окунаю в ведро, в этот состав, достаю. Вода впитывается в поры глины, а глазурь осаживается сверху. И потом изделие ставится в печку, обжигается и получается... Вот такая красота. Процесс изготовления глиняных форм очень трудоемкий и кропотливый. Однако для Ильи работа с керамикой – одно удовольствие. Этому творчеству он посвятил уже больше 20 лет. Профессионально занимается три года. За плечами участие в региональных конкурсах и призовые места. Илья надеется. Впереди новые награды и передача опыта подрастающему поколению на мастер-классах. Полина Бурнашова, Сергей Балуев. Новости. Алтайский оркестр народных инструментов «Сибирь» выступит в Москве после 15-летнего перерыва. Как проходят сборы и чего музыканты ждут от гастролей, смотрите в нашем материале. Музыканты Краевого оркестра «Сибирь» репетируют буквально на чемоданах. Через несколько часов они отправят свои инструменты в Москву, чтобы 3 апреля достать их на сцене камерного зала «Дома музыки» – одной из самых известных площадок в России. Поедут в столицу 64 музыканта. Да, главное ничего не забыть. И не опоздать. И не проспать. Каждому инструменту нужен свой подход. Музыканты обматывают их мягкой тканью, чтобы при перевозке не повредить хрупкую структуру домры и балалайки. Особое внимание уделяют струнам. Мы всегда протираем струны и спускаем струны, потому что если будет холодно, то строй может поплыть. И если удар, то возможно так, что что-то лопнет. Оркестр ждут масштабные гастроли в столице. 3-го числа в «Доме музыки» заслуженными артистами со всех уголков страны. 4-го на фестивале современной музыки в концертном зале Российской академии имени Гнесиных. 5-го перед военнослужащими, которые находятся на лечении в Центральном военном госпитале имени Вишневского. Тут будет многое зависеть от момента первого шага на сцену. Даже не во время концерта, а на репетицию. Насколько это будет мобильно, уверенно, оркестром почувствовано. А в общем-то, любая сцена, какая разница, какая сцена, везде нужно работать профессионально, везде нужно играть выразительно, с отдачей. Оркестр «Сибирь» за свои 30 лет существования исполнил более 2000 концертных программ. В его репертуаре не только народная музыка, но и классика, джаз, рок, композиции из российских и зарубежных фильмов. Во время апрельских гастролей артисты выступят с песнями на стихи Роберта Рождественского и Леонида Дербенева. Также исполнят современные композиции. Таисия Чемесова, Сергей Балуев, Новости. А у меня на этом все. Итоги этого дня подведем в 20.30. Не переключайтесь.